В канун нового 2024 года патрульная служба побывала в Бежицке. Здесь, при исправительной колонии номер 6, создан участок, функционирующий как исправительный центр. Лимит осужденных у нас 30 человек. На данный момент находится 29 осужденных. Осужденные все трудоустроены, привлекаются к труду. Участок при ИК-6 работает с декабря 2019 года. Напомним, основная функция исправительного центра – трудоустройство осужденных. Принудительные работы назначаются на срок до 5 лет, как альтернатива лишению свободы. Пребывание в исправительном центре может быть не только наказанием, назначенным судом, но и мерой поощрения тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях. Еще раз отметим, все осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре, постоянно находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. А еще трудоустроены на предприятиях муниципального округа. ЖБИ, завод автоспецоборудования, оконная система. Созданные в рамках гуманизации уголовно-исполнительной политики государства, исправительные центры позволяют заменить на рынке труда региона трудовых мигрантов. А постоянная численность работников и их высокая мотивация на качественный труд – несомненное преимущество как для бизнеса, так и для государственных предприятий. Созданный участок, который сейчас функционирует, он никакой проблем для города, района, для администрации, для правительственных окон не несет. Он несет только большие плюсы. Работают безуквозненно, значит, добросовестно. И всегда, если надо, там, всегда плащают. Ходотаются перед руководством исправительной колонии, центра, значит, плащение данной категории посужденных. Вот такой благодарственной грамотой в канун Нового года поощрён осуждённый Максим Сытько, трудоустроенный на Бежицком заводе железобетонных конструкций. Здесь я работаю уже полтора года. Суть смягчил мне наказание, отправив на принудительные работы, и так я попал на этот завод. Здесь, уже на заводе, Максим прошёл переподготовку по специальности стропольщик. Как адаптация к свободе, потому что, находясь в колонии длительное время, то некоторые вещи ты забываешь, и приходится социализироваться заново. И поэтому я считаю, что это очень полезный способ смягчения наказания. Польза обоюдна как для самих осуждённых, так и для их работодателей. Осужденные проявляют очень высокую трудовую дисциплину, а также не употребляют спиртные напитки, не опаздывают на работу, не допускают проголов и других грубых нарушений Трудового кодекса. Бежицкий ЖБК входит в число пионеров среди предприятий региона в рамках сотрудничества с уголовно-исполнительной системой. Наше предприятие сотрудничает с УФСИН, и мы очень довольны людьми, которые трудоустроены на нашем предприятии. Ребята работают и на основном производстве, а также на вспомогательных участках. Это отдел сбыта, транспортный цех. Выполняют свою работу очень добросовестно. Плановые задания выполняются, претензий к ним нет. По отношению к себе, как со стороны коллег по цеху, так и руководству предприятия, у осуждённых тоже нет претензий. Говорят, взаимоотношения в коллективе ровные, и руководство не видит в них особенных людей. Но они не считают нас то, что мы у нас служили, они считают, как нас обычные работники, как обычные люди. Павел освободился в мае 2023 года. В феврале 2024 будет два года, как он трудится на заводе железобетонных конструкций. После выхода на свободу решил остаться на этом предприятии. Тем более, что именно здесь приобрёл новые профессии. Отключился на крыльщика и стропольщика. Можно сказать, что у ФИЦ при 6-й исправительной колонии дал Павлу второй шанс и путёвку в новую, законопослушную жизнь. В Бежицке Павел нашёл не только интересную, достойно оплачиваемую работу, но и любимую супругу. Предприятие, где сейчас работают Павел и Максим, одно из ведущих в Бежицком муниципальном округе. Развивается сам город, развивается район. А это значит, возрастает потребность в рабочей силе. Предприятие различных видов собственности развивается, расширяется, производство растёт. И вот эти руки, которые у нас есть, осуждённые, которые бывают в центрах, где связаны лишения свободы, они нам нужны. Сейчас на территории Тверской области действуют 4 участка, функционирующих как исправительные центры. Два у ФИЦ созданы на базе имущества предприятий Тверской области. Два на базе исправительных учреждений. У ФИЦ ИК-1 с лимитом наполнения 50 и 91 человек. У ФИЦ ИК-4 с лимитом наполнения 317 человек. И у ФИЦ ИК-6 с лимитом наполнения 30 человек. Не исключено, что с развитием в регионе новых предприятий число таких участков будет увеличиваться.